КАРТА ДАСТ 2 КАРТА ДАСТ 2 КАРТА ДАСТ 2 КАРТА ДАСТ 2 КАРТА ДАСТ 3 КАРТА ДАСТ 4 По-моему, вроде ножи-то выиграли Фнатик. Фнатики выиграли ножи. Да, и выбрали Дефенс. Но это интересное решение, на самом деле. Ну, Дефенс, на самом деле, на Дасте уже довольно-таки долгое время является чуть ли не сильной стороной. Постоянно именно за Дефенс берется 7, 8, 9, 10, порой даже 12 раундов. И, соответственно, начинается у нас игра. Да, пошел у нас отсчет. Сейчас начнутся пистолеточки. И смотрим, как будут действовать за атаку Na'Vi. Это явно будет не быстрый пуш на B. Хотя, вот, например, в исполнении Фнатик за атаку я видел такой раунд. В пистолетном они могут взять просто 5 арморов и побежать на B, запушить B. И им этого хватит для того, чтобы взять раунд. Ну, посмотрим. Я думаю, что у Na'Vi есть какая-то фишечная раскидочка. У Зевса есть молотов. Хорошие новости. Ну, знаешь, просто рашить B, наверное, слишком просто против Na'Vi. Тем более, когда там находится Кримс, на халпе у него флуша, стрельба зашкаливает. Поэтому, ясное дело, нужно, наверное, подумать над пистолетами. Сделать что-нибудь, ну, нельзя сказать, что прям уж тяжелое. Но и так просто выходить не стоит. Вот поэтому, собственно, Зевс и купил свою любимую гранату, смок и коктейль Молотова. Причем одной банкой можно себя тушить. Ну, интересно, да. Кстати, взял смок только, чтобы в случае чего. Смотри, что делает Na'Vi. Na'Vi тусят перед коробкой. При этом коробку, вроде как, длину укрепили Фнатик. Деннис и Олаф играют сейчас в яме. А вот Na'Vi тусовались, тусовались перед коробкой. Видимо, была инфа, что там заняли. И вот сейчас столкновение в медле. Дживиша сделал минус сист, и Na'Vi уже выходит на зигу. Гардиана бомба, это будет зашкаливать все это дело. Поэтому, ясное дело, нужно, наверное, через спину. Деннис у нас действует на Апленте. Рядом с ним находится Дживи. Дживи очень четко поменял свое место расположения. Прилетает коктейль Молотова на Аплента. Моментально Денниса убивает. Он просто сгорает. В этот момент Дживи пытается убивать. И Na'Vi отлично выходит на Апленте, несмотря на то, что они были в меньшинстве. Флуша действует на просвете, играет через Дельпена. Гардиан постарается поставить у нас бомбу. Но и здесь многое зависит от капитана команды Fnatic, который действует вблизи. Гардиан жмет, и вместе с Олаф Мейстером они справляются. Олаф, как всегда, хорош. Поработал на славу, сделал два минуса, и счет становится 1-0 в пользу команды Fnatic. В пистолетном раунде Na'Vi расположились 4 плюс 1. У них была, видимо, задумка такая, что они будут чекать длину, а потом стягиваться на зиг. Но в какой-то момент, я так понимаю, что они вычислили, что Fnatic укрепили длину, даже не выходили в коробку, видимо, решили не умирать. И GV, когда Na'Vi стянулись в мидл, GV очень удачно поджал ворота и сделал минус. Na'Vi были вчетвером, в конечном итоге зашли на зиг, но, как мы видим, бомбу даже не удалось поставить. Сейчас Na'Vi играет Force Buy, у Guardian бомба, он находится в тэшке, Na'Vi готовит выход в мидл, Zeus играет перед длиной, в мидле играет Olaf с эмочкой, и сейчас может собрать еще много фрагов, если Na'Vi не навяжет размен и не убьет Olaf. Но Olaf при этом второй армор, и как бы все хорошо, это один из лучших игроков, если не лучше на данный момент, лучше за 2015 год, и в принципе он готов принимать центр, правда топает, возможно, Na'Vi его слышит, прилетает флешка, она не точная, Olaf в итоге не ослеп, забирает великолепным спреем в Флейме, продолжается выход на центр от команды Na'Vi, но дело в том, что на B-плейте еще два игрока, однако Zev справляется, забирает Кримса, но GV есть прямиком перед пятаком, готов вырываться у нас в верхнюю тэшку, находит Guardian, а тут играет аккуратно, возможно, что-то получится, GV-шку законтролили, и пойдет выход на точку B, но флеша, обратите внимание, занимает классную нычку, но его Na'Vi чекают, ситуация 2 на 2, флеша остается у нас на B-плейте, Дэнис убивает Сизда на медлее, и теперь, наверное, шансов у Guardian абсолютно нету, хотя мы все прекрасно знаем и понимаем, насколько классно играет этот товарищ, с любым видом оружия, тем более есть MP, тем более есть Дигл, Guardian решил перегруппироваться, уходит на A-плейн, 20 секунд, в принципе, он в любом случае поставит бомбу для ребят из команды Na'Vi, а это дополнительные 800 долларов. Хорошая работа от Na'Vi сейчас была, и Guardian рискнул, и мог убить Дэниса, даже поставил ему хэдшот, но в конечном итоге бомбу не поставил, и эко-раунд у нас будет еще один. Na'Vi неплохо действовали, на самом деле была задумка, и Олафа, когда выходили Na'Vi в мидл, они накоцали практически до красного хп, Na'Vi навязали размен, ситуация была в конечном итоге 3 в 3, потом GV пытался сыграть грамотно, но все-таки его Guardian убил, ну и в конечном итоге ситуация 1-2, Guardian не поставил, к сожалению, для Na'Vi бомбу, ну и Na'Vi вынуждены эко отыгрывать. Фнатики сейчас действуют очень уверенно, отыгрывают по максимуму, парни в принципе играют безошибочно, и по деньгам у них тоже, как мы видим, все неплохо. 2 FAMAS, 3 M'ки, и Na'Vi играют с глоками. Олаф действует у нас на центре, готов прочекать мидл, тем временем за иксом, Кримс, GV на точке B, ну и P250 у парней из Na'Vi, ребята халдят и думают, куда бы-то пойти. Дело в том, что, наверное, задачей максимум в этой ситуации является установка бомбы и, возможно, убийство одного-двух игроков команды Fnatic, но сделать это будет крайне тяжело, потому что у всех игроков команды Fnatic вторые арморы и хорошие девайсы, это M'ки плюс FAMAS. Олаф готов принимать, опять же, мидл, Fnatic вообще решили, как минимум, в начале карты DAS 2 укрепить как раз-таки мидл плюс B и вот они были правы явно во втором раунде. Но в третьем не угадывают и, возможно, что-то получится. Флуша играет с картинки, по нему неплохо попадает игроков команды Na'Vi, Флуша откидывает шикарную хаешку, забирает Сизда, но бомба устанавливается и тот максимум, который хотели Na'Vi сделать, они сделали. Дополнительные 800 долларов появляются у парней, остается последний нет, Гарден уже погиб. Счет становится 3-0 в пользу команды Fnatic, дорогие зрители. И никого, увы, никого не убивают Na'Vi, а это значит, что Fnatic улучшает свое финансовое положение. И даже если сейчас Na'Vi возьмут раунд, и счет становится 3-1, все равно у Fnatic будет хороший бай. Ну и мы видим, что у Fnatic никто не умер в прошлом раунде, соответственно, как ты говорил, экономика сохраняется в отличном состоянии, все хорошо, Na'Vi опять же выполнили максимум задачу в этом раунде, в предыдущем поставили бомбу на эко-раунде с глоками, это очень важно, сейчас есть полноценный бай. Na'Vi начинает медленно, 3 игрока находятся перед коробкой, скорее всего будет выбивание этой позиции, как минимум. Что вы делаете? Тэшка у нас при этом занята игроками защиты, Кримс с Fama сам чекает верхнюю, и решил вернуться у нас на план B. Деннис пока что на грибах, готовит принимать центр, но и дело в том, что Fnatic врывались у нас в верхнюю Тэшку, и SIS об этом дал информацию, и Na'Vi сейчас пойдут обратно, как раз таки выбивать эту верхнюю Тэшку, и возможно что-то выйдет. Дело в том, что если пойдут все-таки на точку B, сумеют убить Кримса, сумеют занять позицию. Но кстати, Кримсу откидывают шикарную флешку, Кримс не ослеп, однако уходит в глубокий диффенс, к нему подоходит Деннис, и Na'Vi теперь находятся под точкой B. Но время-то идет, 45 секунд у нас до конца этого раунда, и наверное стоит уже ускориться, потому что пока что Na'Vi, по сути, заняли только вот этот спуск на медле. А для того, чтобы взять раунд, нужно хотя бы, наверное, в зиге находиться. Но Na'Vi, судя по всему, пойдут на точку B. При этом SIS у нас начинает фейковать в медле, и тут целых два человека охраняют именно Плэнт B. Деннис готов принимать своих оппонентов. Деннис находит Девса. Бомба выпала, однако не плохо. Na'Vi выходит на размен. Кримс фрейд забирает Эдварда, играет на Плэнте. Его окружает хорошая флешка от команды Fnatic. Олов врывается в ворота и делает еще два минуса. Остается последний игрок атаки. Это SIS, и он погиб. Но Na'Vi неплохо, неплохо заходили в эту верхнюю тэшку. Они прочитали то, что Fnatic туда аркадили. Но очень много времени потратили. Очень зажато выглядит сейчас Na'Vi в атаке. Они очень много времени потратили на вот эти вот чеки нужных позиций для того, чтобы в конечном итоге выйти на B. Когда Fnatic расположились втроем со стороны A и фактически на B было только двое человек, они в пятером могли просто сплетануть эту точку, они очень много времени потратили на перетяжку, на чек этой позиции. В конечном итоге Олов стянулся с точки A на мидл и Na'Vi выходили в пятером фактически на двоих, а на B там один туннель, один коридор крайне сложно. В целом я бы констатировал тот факт, что Na'Vi сейчас очень зажатый. Они играют в довольно-таки скованный Counter-Strike, они не играют в свою игру, они очень пассивно, очень медленно. Посмотри, вот даже сейчас они сидят, то же самое было в девайсном раунде. Очень медленная пассивная игра. Против Fnatic нельзя так играть. Просто в конечном итоге Fnatic, шведы, просто читают своих оппонентов и очень легко контрят их действия. Ну, сейчас у нас мы видим Форс, даже не Форс, просто эко-раунд с тэками есть Дигл у Эдварда, Na'Vi занимает Зик, тут уже Олаф Мейстер готов откинуть ХЕшечку, хорошее ХЕ, никого, правда, не надамажил и со спуска будет принимать Олаф, отличный огонь, как раз под выход рожденным побеждать, у Na'Vi захлебывается выход, падает на Респ, Зевс уже минус Зевс. Олаф Мейстер тем временем находится у нас на Плэнти Аф, Спрейт и всего лишь один минус, возможно, Na'Vi удастся поставить сейчас бомбу, неплохо справляется, забирает Флушу, погибает у нас моментально Флейми, ситуация 3 в 1, но и Денис Костин все-таки умирает на центре. 5-0, вот такое вот серьезное начало для шведов, уже огромное количество денег себе заформили парни из команды Фнатик и в итоге Na'Vi нужно начать набирать какие-то свои раунды, надеемся, что у Старикса в запасе что-то еще имеется. Na'Vi нужно начать с того, чтобы вообще как-то комбинировать свою игру, пытаться навязывать размен на разных точках, потому как пока они играют очень зажато и довольно-таки прямолинейно. И вот, кстати, я, наверное, понимаю, почему уже сейчас, я понимаю, почему Фнатики выбрали Дефенс, потому что они ожидали вот этой вот вязкой медленной игры от Na'Vi и понимали, что они смогут читать своих оппонентов и контрить все позиции. Сейчас у Na'Vi просматривается некий дефолт, Олаф Мейстер уже на длине, поджав коробку, сделает минус с Эдвард, Na'Vi занимает мидл, Фнатики расположены так, что они держат позиции 3 плюс 2, мидл у нас сейчас абсолютно чистый, Зевс с Гардианом занимает Зиг, Флэмми присматривает коробочку, Зевс, ой, отличный минус от Зевса, флэш, ситуация 4 в 4. Ну и при этом Даня Зевс сделал один минус, на старте находится у нас Олаф Мейстер, Деннис тем временем на пленте А, бомбу скинули у нас ребята из команды Na'Vi на центре, ну и за ситуацию 4 в 4 стоит побороться, решил перейти у нас Деннис на длину, снайпера поставили естественно на картинку, в итоге Олаф Мейстер проверяет теперь две позиции одновременно, ну и здесь может какой-нибудь хороший благоприятный тайминг сыграть команде Na'Vi на руку, но по-моему рожденные побеждать снова пойдут на точку B, Зевс у нас играет пока что на центре, видимо будет заниматься тем же, чем занимался Сид у нас позапрошлом раунде, просто фейковать и в этот момент на B-пленте моментально забирает JV Guardian, а JV играет вблизи с АВП, начинает откидывать гранаты, Na'Vi не рискует, они прекрасно понимают, что скорее всего у нас за B-плент отвечают теперь два человека, но Зевс подлавливает у нас Денниса, бежит через длину и Na'Vi будут зажимать апплент, Олаф все это читает, уходит на Дельпана, по-моему нету времени, 6 секунд, да, Na'Vi просто не успевают, они не посчитали грамот на тайминге, в итоге даже минуты 55 не хватило рожденным побеждать в этом раунде. Ну и вот то, о чем я говорил, их скованность и зажатость привела к тому, что в конечном итоге они не успевают поставить бомбу, Зевс, кстати, убивал Денниса, который поджимал спину и видимо ожидал, что Na'Vi будет выходить на точку B, а Na'Vi напоролись на JV, который сделал удачный минус, в конечном итоге стягивались очень долго, пытались зайти на Зиг, ну и вот, вот этот раунд говорит о том, что реально парням не хватает какой-то раскованности, не хватает просто элементарных, вот, более агрессивной игры в атаке. Для того, чтобы обыгрывать команду Fnatic, нужно навязывать размен, нужно пытаться бороться и это делать не по одному, а делать это парами, пытаться какие-то точки ломать. Сейчас Сизда пытались поджать JV с Кримзом, у них это не получилось, там же хелпает Денису Флейми, Гардиан с Зевсом работают в медле, Олаф на Зиге. Если сейчас открыть эту позицию, то в принципе можно потом как-то перестроиться за атаку. Na'Vi вроде как сейчас есть неплохие позиции, JV делает минус Сизд в Дениса, Дениса убил он на B поджавший, и сейчас вот Na'Vi играет 4 в 5, Эдвард играет перед коробкой, там у него Денис и Олаф, ну и тут сложно, как тут все это закончится, Зевс с Флейми играет в Зиге, и возможно у них получится зайти на точку А. Эдвард у нас погибает все-таки в коробочке, пришел Олаф, решил пошить прост ног, и в итоге ничего у Na'Vi не получается, тем более еще и Зевс непонятно зачем выходит сам на Зиг, бомба выпала на КТ спаун, и естественно этот раунд Na'Vi ну никак уже не возьму от Гарди, оно нужно думать о сейве, у него 20% всего лишь остается, ну и конечно же Флейми тоже должен как-то выживать, с другой стороны как же ты выживешь, когда 30 секунд еще остается, и ты против пятерых, естественно Фнатики, имея колоссальное преимущество по деньгам, наверное пойдут в этот пуш, или все-таки вообще ничего делать не будут, останутся на позициях, и дадут рожденному побежать засейвить свои девайсы. Флейми пока что у нас заходит в коробку, ждет своего оппонента, замечает соперника, Деннис спрейт, Флейми 5 секунд, по-моему Деннис пойдет, мне кажется, на последнем, и Флейми какой разворот на 180, минус Олов, минус Деннис, отличная работа, подбирает Флейми вторую винтовку, нет, не дают ему это делать, и Джи Ви еще и на последних секундах ловят Егора Васильева, Na'Vi ставят в паузу, нет, в паузу, кстати, ставит у нас команда Фнатик, у них вылетел Вуга, тренер команды, что-то не так с соединением, вот видно в чате, что Вуга left the game, connection closing, видимо. Вуга теперь обучает команду спецназа, написано. Ну и что хочется сказать на самом деле по игре, что перед матчем мы говорили о сухих цифрах, просто о том, что у Na'Vi по цифрам абсолютно нет никаких шансов переиграть команду Фнатик, я говорил о том, что Na'Vi претенденты на финал, но возможно просто это вот первая игра и ничего не складывается, но с другой стороны, если вы планируете выходить даже в финал, нужно конечно же играть в более агрессивный, интересный Counter-Strike, а не то, что сейчас демонстрирует Na'Vi, ничего не складывается у парней, счет 7-0, пока в одни ворота Деннис поджимает уже мидл, правда он там слепой, Зевс, Флейми, все-таки находят Денниса, агрессия от Денниса, и непонятно, на самом деле, зачем было это сейчас делать, но с другой стороны, наверное, для того, чтобы, скажем так, укрепиться в своей уверенности, Деннис решил, что пойду-ка я сейчас навешу пацанам по головам, но в итоге он умер. Флюша играет в Зиге, Кримс, Дживи отдали Б, играет в Мидле, Олаф на длине, Na'Vi тут пытается как-то перестроиться, видимо, на сплит, возможно, на точке Б, бомба лежит в Мидле, Эдвард присматривает коробку с Б, ну, возможно, вот есть вариант зацепиться за раунд и как-то размочить счет, все-таки, для Na'Vi ситуация сейчас 5 в 4, есть два девайса АВП и М, в общем-то, можно попробовать как-то зацепиться за этот раунд. Ну и вроде как на центр готовы выходить на спарить с командой Na'Vi, Флейми отлично проверяет у нас справа от ворота, отстреливает Кримза, ну и Фнатики теперь в меньшинстве, в таком серьезном, уже вдвоем против пятерых. Флейми шикарно отыграл, Олаф откидывает флешку перед коробкой, забирает Ваню Эдварда, но Na'Vi уже занимает аплэнд и у них есть снайперская винтовка и, соответственно, на Олаф Мейстеру так легко и просто через длину не пройти. Ну и возможно сейчас шведы отдадут свой первый раунд, скорее всего они отдадут, однако есть Олаф в команде, а когда есть Олаф, тогда, я думаю, Фнатики еще будут бороться, хотя нет, погибает, у нас же Ви Олаф остается один против троих и умирает. Первый раунд для рожденных побеждать, дорогие друзья, после паузы от команды Фнатик. Пауза была связана с вылетом Вуга, но Na'Vi, видимо, использовали во благо эту паузу, обсудили кое-какие моменты и в итоге сумели взять ну хотя бы один против легендарных шведов, против команды, которая выигрывает пять раундов подряд, пять чемпионатов подряд. Да, действительно, так и есть, но я бы отметил тот факт, что прошлый раунд Na'Vi взяли все-таки благодаря тому, что, ну не благодаря, но в большей степени, вот смотри, сейчас интересно, Флейми с Эдвардом пушат мидл, возможно, этого и не хватало раньше, очень быстро они вышли на эту позицию, там GV, Олаф делает минус Эдвард, Флейми заходит на Б, но в это время Олаф делает минус Флейми и остальные игроки с Na'Vi выходят через основную тэшку, нужно делать минус Крим, тогда есть возможность зацепиться за раунд, но тут отличные гранаты от Фнатика, уже занимает GV, нет, не занимает, все-таки, я думал, что он через окно полезет дальше, с Сизом с Девсом выходит, Гардиан с АВП остается пока в тэшке, но и в итоге Гардиан заходит на ЗАИКС, прилетает коктейль Молотова от команды Na'Vi в окно, Na'Vi должны устанавливать бомбу, они в меньшинстве, Фнатики не торопятся, отдают полностью плент, дают ставить бомбу, ждут пока, судя по всему, рассеется смок, ждут пока из террорского респауна подойдет их тиммейт, это Олаф Мейстер, и тогда синхронно будут зажимать абсолютно все возможные позиции, Деннис, кстати, халдит у нас в нижней темке, понимает он, что Олаф должен все проверить, Олаф накидывает у нас гранату одну, накидывает гранату вторую, тем временем у нас слева Зевс находится на хорошей позиции, Зевс выходит с Фрейд, отличная работа от Денни, но этого мало, увы, игроков команды Fnatic было явно больше, но он был хороший сейчас шанс, если честно, два человека на центре вышли, по ним Дживи промахнулся несколько раз, и все равно ничего не получилось, хотя тайминг они поймали очень благоприятный для себя, для того, чтобы реализовать свою тактическую задумку, но вот что-то снова не срослось, 8-1. Не хватило синхронности с Тэшкой, вот как раз, когда парни вышли мидл, в это время нужно было очень быстро выйти на Б, но там произошла какая-то заминка, и в конечном итоге Na'Vi раунд отдали. Так вот, раунд, который они взяли, в большей степени благодаря тому, что Деннис поджал, эко-раунд был у Na'Vi с одним заселенным АВП, и вот, к сожалению, пока Na'Vi взяли только то, что фактически им подарили Fnatic, по большому счету, и вот в прошлом раунде была интересная тактическая задумка, но она, к сожалению, до конца не была реализована, и сейчас Na'Vi опять начинают медленно, Эдвард с Гардианом играют перед Линой, там также есть ZEVS, возможно, Na'Vi сейчас первый раз на девайсных раундах решат все-таки выбить коробку, это крайне сложно, на самом деле, там Деннис Олов, GV находит Флейми в медле, ну и Na'Vi начинает в меньшинстве, Na'Vi опять вот, опять играют зажато, они не понимают вообще, что им делать, по какой тактике действовать, парни, смотри, они даже не заняли мидл, не заняли тэшку, прошла минута, потеряли одного игрока, и что делать дальше, непонятно, Гардиан сейчас подошел ближе к медлу, ZEVS стягивается с бомбой к нему, и Сист с Эдвардом, судя по всему, все-таки будут выбивать коробку. Ну и выбить ее будет очень тяжело, потому что за длину отвечает Олаф вместе с Деннисом, тем более Денниса, возможно, здесь никто не проверит, очень классно шумит Олаф на старте, и возможно, такую вот интересную, легкую позицию, игроки как раз таки, команды Na'Vi не будут смотреть. Прилетает флешка, она не точная, Деннис из-за этого не слепой, тем более под эту флешку почему-то не выходили игроки команды Na'Vi, в итоге Деннис забирает нас с Эдварда, уходит дальше, меняет свое место расположения, Теренни Моула подключает за Зигзаг, оцеливает нас ZEVS, и команда Na'Vi потихонечку лишается своих основных бойцов, и в который раз уходит на сейв, ребята, это девятый для Fnatic, и вот помнишь, мы с тобой вне камеры пытались анализировать этот матч, и ты говоришь, что вроде как игра открытия, она может благоприятно сказаться на команде Na'Vi, или 16-1, я говорю, или 16-1 в пользу Fnatic, но пока что моя аналитика немножко ближе, но на самом деле на Da'Vi, наверное, никогда не стоит терять надежд, потому что хотя бы 4, хотя бы 5 раундов, потом переходишь за вторую сторону, берешь пистолет, и вроде как можешь под свой контроль вернуть эту карту, но с другой стороны против тебя Fnatic, хотя вот Guardian попадает отличный хэдшот через ворота, Кримс погибает Na'Vi в преимуществе, они делают волевое Кабай, купили тейки, диглы, ну и 2 снайперские винтовки, почему бы не взять такой раунд, один такой раунд уже команда Na'Vi затащила. Ну вот сейчас, кстати, если посмотреть по карте, вот видно, вот сейчас только Зев стягивается, но опять же, видно, как скованно играет команда Na'Vi, они находились в пятером в медле просто, то есть, они постоянно кучкуются, это говорит о неуверенности, это говорит о том, что парням чего-то не хватает, Си с Флэйми сейчас пытается выйти в мидл, там Флюша и Джи Ви, это дело все контрят, очень сложно будет здесь что-либо навязать, какой-либо размен, раскидали парни гранаты, но все-таки решили отойти, Guardian играет в Зиге, Си с Флэйми стягивается, Эдвард с Зевсом чекнули тэшку, дает инфу, что там чисто, у Na'Vi преимущество, опять Na'Vi в пятером кучкуется, опять какой-то базар-вокзал, парни, давайте поуверенней, что это такое, давайте поинтереснее играть в Counter-Strike, Олафмейстер находится на точке А, Деннис на длине, Флюша на Респей, Джи Ви на перед Б, Б точку отдали, Фнатики действуют абсолютно правильно, сейчас Na'Vi опять играют в пятером, выходят на Зиг и заходят на флэнда, Олафмейстер отлично отребивает на Дельфани, забирает Флэйми, погибает Guardian, начинают пушить Олафа, наконец-таки справились, Даня, Зевс как разыгрался, какие фраги мы пропускаем, Зевс, отличная работа, забрал абсолютно всю команду Фнатик, и вот он старина Зевс, человек, которого очень часто критикуют молодые болельщики команды Na'Vi, в который раз доказывает всем своим хейтерам, что пока что рано списывать его, и в ключевых матчах, в тех матчах, когда команда Na'Vi по сути ничего сделать не может, вот индивидуально просыпается именно Данил Тесленко, и выручает, кстати, в первом раунде, который взяли Na'Vi, Зевс тоже сделал первый, по-моему, entry-frag, сейчас же, по сути, затащил сам, Сист отлично отрабатывает на точке B, забирает нас Дживи, ситуация 4 в 5, 3 в 5, у команды Фнатик Эко, играют они с пистолетами, и вот они те самые 3-4-5 раундов, которые Na'Vi могут взять, и за счет этих раундов возможно вернуться в эту встречу, тем более они еще не брали свой тайм-аут. Ну и да, лучше поздно, чем никогда, Na'Vi включается, берут 3 раунда, и знаменитый Вак-Вак-Словак в предыдущем девайс нам сделал open-frag, это тоже добавляет уверенности, когда твой снайпер сразу же начинает раунд с минус, это очень хорошо, ну что, Na'Vi, Na'Vi, возможно, вот эти раунды последние, которые они взяли, дадут им уверенность, и вот смотрю, уже второй раунд подряд начинает агрессивно занимать коробку, раньше они этого не делали, сейчас мы видим, Эдвард уже выходит на длине, ZEVS с Сиздом работают рядышком, Flamie с Гарденом играют в точке на B, интересно, расположились фнатики, не укрепили точку B, два игрока там находятся, GV находится в мидле, и Деннис с Флюшей работают на точке A, длину полностью отдали, Na'Vi это понимает, Сиз с Эдвардом занимает яму, ZEVS бомба, тут просматривается сплит для Na'Vi, точки A, и в принципе по тактике, учитывая то, как расположен Фнатик, сейчас очень удобно эту тактику делать, Гардиан сделал минус GV в мидле, отличная работа, ну и нужна небольшая пауза, а потом заход на A, я вижу это так. Олаф Мейстер, пока что у нас действует на грибах, готов принимать мидл, откидывает сам себе флешку, подберет снайперскую винтовку и постарается забрать мидл, ну в принципе ты абсолютно прав, потому что позиция у Na'Vi шикарной, как раз таки для того, чтобы атаковать Аплэнд с нескольких сторон. Флуша пытается отыграть с Мухой, будучи на бусте, не знаю попал ли он своих оппонентов, но при этом Аплэнд точно ребята из команды Фнатик явно отдали. Кримс заходит в спину, однако Флейми на чеку, это четвертый раунд для команды Na'Vi, и теперь снова эко у Фнатик. Отличная работа от рожденных побеждать. Под конец первой половины на карте Даст 2, команда явно включается и понимает, что на Дасте можно комбетчить легко и просто, что Даст они явно готовили и прекрасно понимали, что именно будут играть со шведами в этой встрече. Юспики у нас у всей команды Фнатик. Кто-то купил P250, нет, не всей команды, они все поменяли все-таки свои девайсы. P250 и плюс ЦЗшки. Na'Vi действует агрессивно под B, GV готов все это принимать, но у него 35% и он умирает. Флейми дает информацию, что B чисто, естественно, вся команда Na'Vi может перемещаться именно туда. Однако Эдвард отлично отыгрывает на коробке, забирает Кримса, Олаф делает размен, Олаф два минуса, что творит человек. Просто бегает и аимит по головам. Великолепная работа от Олафа, берет АК-47, скорее всего пытается прощекать мидл, но Сист забирает Деннис Мейстра, и это 1 в 3. Опять же, хотелось бы напомнить, что на B пленте у нас никого нету, но приходит Гардиан с грибов и забирает Олаф Мейстра. 9 в 5, последний раунд первой половине, у Na'Vi хороший бой, у команды Фнатик хороший бой, но в целом Na'Vi вытянули максимум, исходя, ну почти максимум, пока что мы не знаем, возьмут ли шестой, но согласитесь, это довольно-таки круто, когда проигрывается еще там 9-1, сделать 9-5, или возможно 9-6. 5 снайперских винтовок, 5 АВП от команды Na'Vi. Опять же, расчет на то, что сумеют сейчас прошить и где-то подловить своих оппонентов. Потом же, естественно, должны менять дальше свои винтовки на калаши, и вот он первый пошел на длине. Отличная работа. СИЗ забирает нас Денниса, и Na'Vi почему-то остаются с этими АВиками. Где вы калаши? Вот он первый калаш для Вани Эдварда. СИЗ, наверное, тоже должен подойти. В этот момент СИЗ, непонятно зачем, выходит на длину, естественно, хорошая граната от Флуши, но вот слишком агрессивно. Na'Vi почувствовали, ты вот говоришь скованность, они сами это поняли, видимо, Старикс увидел, говорит, пацаны, просто играем уверенно, играем в свою игру, бегаем, прыгаем. Но опять же, такая игра хорошо, но всегда нужно знать меру. И вот сейчас СИЗ дел как бы килл, но опять же, чрезмерная, уверен, чрезмерная агрессия. Она сыграла злую шутку, а вот Олаф Мейстер видел тень и не сумел справиться с Флейми. Отличная работа от Егора Васильева. Команда Фнатик снова в меньшинстве. Прилетает Хэшку на просвет, но Дживишку она абсолютно не побила. Дживи начинает в прыжках с АВП, стараться отстреливать и забирает Гардена. Просто смог. Великолепный хедшот. В этот момент выход на Аплэнд продолжается. Флуша играет с Эмочкой, но погибает. Эдвард знает свое дело. Хороший хедшот. Дживи остается на бусте и тоже погибает. Остается Кримс один против троих. Ну и шестой, наверное, для команды Нави. Это великолепный такой мини-комбэк в первой половине от команды, которая проигрывала еще там 9-1. Ну и вот сейчас Кримс будет пытаться все-таки раздефузить бомбу. Убивает он Эдварда, который заходил в спину. Флейми отходит на длину. Зевс играет на пленте. Кримс будет пытаться до конца тащить. У него нет длифузов, нет армора, 40 хп. Очень все плохо для Кримса. Я думаю, что Зевс такое точно не отдаст. Кримс, что ты поставил? Но Зевс все-таки восстановил справедливость в этом раунде. Счет 9-6. И вот что хочется сказать. Как только Нави начали играть агрессивно, у них начало получаться. Обрати внимание, что Денис с АВП, вот у Нави начала прорисовываться схема. Каждый раунд они начали играть два АВП Денис, Сизд и Гардиан и три Калаша. И Сизд два или три раунда подряд делал опенфраг. И тот раунд, о котором ты говорил, что была агрессия на длине, сделал опенфраг. Кстати, на самом деле, просто если бы Денис был не один, когда его взорвал Флюша, то сразу бы навязали бы размен и ситуация бы закончилась все-таки в пользу Нави. То есть агрессия, она оправдана, но давайте уже, когда мы агрессивно играем, давайте не будем это делать по одному. Ну что, интрига все-таки сохраняется. Я надеюсь на то, что Нави сейчас покажут интересную игру за дефенс. Ну и у нас пистолеточка. Фнатик начинает с того, что занимают коробку на длине. Тут один играет Эдвард. Фнатик не торопятся. Видимо, под флешечку сейчас будет, да, выходить на длину. Ослепили Эдварда. Эдвард, если сейчас не отойдет, то могут его просто здесь запулять. Стягивается Эдвард на респ, занимает яму Олаф. И, кстати, интересная тактика такая олдскульная. 4 плюс 1. Олаф на длине. Зиг пошел. И Нави принимает Зиг. Отличная работа. Флэйми, Зевс. Два хэдшота от старого коня знаменитого Зевса GV. Олаф Мейстер отходит с длины. Флэйми уже зажимает тут сиздом последнего игрока на Зиге. Делают они минус. Олаф стягивается на длину. И тут Зевс Гардиан должны просто убивать Олаф Мейстера. 4 хп. И браво, Нави. Ну просто хэштег старый конь. Старый конь, да. Просто я хотел сказать, что он действительно парень, который, кстати, вот у нас будет принимать совсем скоро в мейджоре участие. И для него он входит в то число игроков. Зевс с Мариком, кстати, входит в то число игроков, которые играют на восьмом мейджоре подряд. Я к тому, что, знаешь, вот старый конь борозды не испортит. То есть опыт все равно, как бы там ни было, все равно опыт дает себе знать. И делают форсбай, фнатик будет пытаться закомбечить. Олаф Мейстер играет у нас на верхней тэшке, играет с Дезерт Иглом. Тем временем, как обычно, как обычно, фнатики делают волевой акобай и постараются его заточить. Естественно, Нави с этим знакомый, Эдвард, отличный спрей с уэмпэшки на зиге. Забирает Денниса минус луша. Стараются дальше фнатики вычислить мидл, но теперь Нави должны уйти в глубокий диффенс и просто не отдать этот раунд. Тогда, возможно, возьмут 8-й и возьмут 9-й раунд за счет того, что у фнатик будет эко-раунд. У меня, кстати, есть очень смешная история по поводу Зевса. Время истории, давай. Ну, это в следующем раунде, опять же, если фнатики сейчас проиграют и будут нас эко. Олаф играет у нас с Диглом, готов вычислить Аплент. В этот момент чекает тэшку, фнатики не сдаются. В принципе, у Нави, у Гардиана 23, у Эдварда 13. Этим парням стоит отловить буквально по одной по одной пульке и в итоге можно погибнуть. И, соответственно, стоит играть крайне аккуратно. Начинается выход на Аплент. Гардиан и Зевс вдвоем на Дельпане. Зевса моментально подловил Кримс, но Гардиана, может быть, на Дельпане сейчас не ждут. Он выходит стреляться, но Олаф Мейстер как всегда хорош. Ой-ой-ой. Как я и говорил, проблемы большие у команды Нави, но приходят очень вовремя и самое главное грамотно. Три человека у команды Нави через зигзаг и это нож! Что это же? Are you mad, бро? Козай мнот. Кстати, Нави очень грамотно. Главное, чтобы сейчас натики не стали говорить, что они убьют Сизда в реале. Там же Фавела Гайз, там же чуть-чуть все по-другому. Там парни просто в крови у них. Ладно. Тут, кстати, Нави, я бы отметил действие. Вот в той ситуации, когда фнатики пушили плент, загоняли уже Гардиана, в этот момент уже был буст на зиге и очень быстро пришла в хелпа в спину вовремя. Видно, что Нави разыгрались и начинают чувствовать игру. Это хорошая новость и для болельщиков Нави. Ну, а фнатики сейчас должны нам продемонстрировать тот контрстрайк, сильную игру, которую они умеют и показывают. Парни, ты знаешь, у нас не раз уже был момент, да, когда в любой непонятной ситуации фнатики берут паузу и потом просто камбэк 5-6 раундов подряд. Посмотрим, как сейчас будет действовать фнатик, очень интересно. У них сейчас эко-раунд, ну и Нави рискует все-таки забрать 9-й раунд для себя и выйти на ничью. Отличная работа в любом случае от СИЗа в прошлом раунде. Кто-то может подумать, что это несерьезно, но дело в том, что такой нож это большая уверенность в себе, а как раз-таки против фнатик нужно играть очень уверенно и как раз-таки наказывать парней за их какую-то агрессию. В итоге у фнатик не получается выход через ЗИК, играли не с пистолетами, повторяется у нас пока что полностью ситуация из первой стороны, когда одна из команд взяла первый, второй, третий, причем неплохо отыгрывает на эко, соответственно Нави улучшает свою экономику, у них теперь по 4000 плюс девайсы и теперь уж даже если фнатик возьмут десятый и выйдут вперед, все равно команды рожденные побеждать будут хорошие девайсы. Ну и дефолт на игра, два человека на б, три на а, тут все по стандарту, все-таки давают флеш к своему тиммейту, Ваня да в принципе не стал выходить под флеш, но в этот момент ребята с команды фнатик решили сыграть агрессивно и моментально у нас Деннис вышел на центр, играет через гриппы, прилетает флешка, он полностью ослеп и в этот момент все-таки размен один в один и это плохо, дело в том, что чем меньше становится игроков защиты, конечно же, тем больше шансов у нас, у террористов. Собственно так и случается. Бомба выпала на б пленте, Олаф Мейстер забирает на флейме, остается Гардиан, один, один, но при этом тут АВП и Олаф не мажет. Если бы сейчас Олаф Мейстер промахнулся, возможно, Гардиан забрал своего оппонента, остался бы один на один. 10-9, нафи выходят, фнатики, извините, выходят вперед и довольно-таки быстро сыграли шведы и такая вот быстрая игра оправдала себя, ну как минимум в этой ситуации. Очень крутой раунд, был только что отыгран фнатик в атаке, просто ну вот божественный, идеально исполненный. Деннис на ноге просто включил ногу и как знаешь, одел сапоги скорохода Сист все-таки его убил, но при этом вся основная мощь, огневая фнатик, вышла в мидл и очень быстро они зажали точку B, сделали размен для себя в плюс и в конечном итоге забрали этот раунд. Браво, фнатик, очень круто они отыграли конкретно в этом раунде. У Нави есть хороший бай, Сист с Гардианом играет с авиками, 3 эмочки, ну и фнатик сейчас занимает мидл, в принципе контроль карты по большому счету с их стороны все в порядке. Эдвард присматривает коробку, Флейми работает в мидле, Зев с Гардианом на точке A, ассист играет 1 на B. Вот фнатик так расположены сейчас как раз идеально под то, чтобы сделать зажим 3 плюс 2 B и у Нави могут быть проблемы, потому что один Денис играет на B, правда он с авиком, если там у него выйдет работа в стиле one shot, one kill, то возможно что-то получится. Тут Нави нужно уже перестраиваться, потому как мы видим, что фнатики готовят выход на B. Флейми играет нас с Эммочкой, готов принимать выход на себя, тем временем Сизду ходит на грибы, ну и B-плэн полностью занят, Нави даже за него воевать не будут, и мне кажется сейчас вообще парни израженных побеждать пойдут на сейв все вместе. Скорее всего в этом есть мысль, потому что если они будут неудачно выбивать сейчас точку B, тогда скорее всего проиграют и тогда не будет девайсов. Но тут Даня Зевс сделал один минус и это многое поменяло. Нави постарается сейчас делать свое выбивание. У Кримза хорошая позиция, играет он с Галилом, забирает Зевса, но при этом он явно не ожидает. Хотя нет, ждет Эдварда, Эдвард не наказывает своего оппонента и все-таки парни с командой Нави решают уйти на сейв. Они понимают, что времени теперь совсем мало, бомба взорвется секунд через 15 и естественно можно уходить. Хотя если бы сразу они себе отдавали отчет и понимали нужно выбивать, не нужно выбивать и опять же быстро и четко сформировали бы план такого выбивания, а в принципе этот план должен быть. Если вы играете пассивно, скажем так, на карте ДАС-2 и отдаете Б-плэн, то почему бы на тренировках не придумать хорошее грамотное выбивание с несколькими там гранатами, через Тэшку, через Тэровский спаун и так далее. Но видимо такого выбивания у команды Нави нету, поэтому они поняли лучше с натиками не уходить в эту стычку с выбиванием плэнта Б и уйти на сейв. В итоге засейвили. Однако не всем. У Зевса у нас дробовичок, несколько АВП, Шаколов пытается стреляться центром, промахиваются ребята друг по другу, но причем влился в Тэшку. У нас здесь Зевс, и его возможно не ждут. Нет! Сразу три человека у команды Фнатик явно контролили эту позицию. Но контролили, потому что Сист воевал в центре до конца. А вот если бы он наверное сыграл пассивно, а Зевс бы покрался в Тэшку и остался за ящиком, может быть Зевса никто бы и не проверил. Но это уже другая история. Зевс погибает. В итоге два ВП Гардиан Сист, Фамас от Эдварда и Флейми с Эмкой. Ну и классно сейчас играют Фнатик. Они чувствуют, что нужно немножко успокоиться, переключают скорость, играют сейчас довольно-таки пассивно. Каждый раунд я бы отметил то, что один из игроков Фнатик всегда смотрит коробку. И когда выходят на Б, Эдвард поджимает длину и его там ждет Живи. Так было в позапрошлом раунде. Что бы я еще сказал по поводу выбивания, да, то вот мы видели, как Нави отдали раунд. Сист, когда отдал точку Б и когда Фнатик ее заняли, Зевс с Зига вышел, убил Дживи в Тэшке. И в это время все игроки команды Нави находились со стороны А. То есть такое было ощущение, что они отдали Б и собирались сейвить. Но в какой-то момент навязали размен и вроде как все должно было для них хорошо складываться. Фнатик сейчас занимает Зиг, там есть Сист, делает отличный минус. Эдвард на длине, Сист отдает позицию. Фнатик занимает втроем Зиг, решают выходить, откидывают гранаты. Гардиан с Флейми в это время на Б. Очень далеко, парни. Нужно стягиваться, нужно сейчас двигаться. Ключевая позиция также Эдвард с Дживишкой. Все-таки Олаф Мейстер находит Сиз, да. Эдвард, если сделает минус Дживи, то возможно раунд можно будет потащить. И тут Эдвард натопал, а Дживи все это дело читает, что он в спину убьет. Но Эдвард с разворота вроде как ставит хэдшот Дживи. И тут, судя по всему, Флейми все-таки находит Дживи. Бомба устанавливается, ситуация 3 в 3. И тут вопрос в том, пойдут ли Нави выбивать это дело. Флейми на Зиге, Эдвард уходит с длины, Гардиан сыграет на Респе с АВП. Ну, да. Но это, наверное, спорное очень решение. Дело в том, что убили одного из ключевых Дживи. И, соответственно, 3 в 3 зажать игроков на Пленте можно было. Один с длины, с Зигой и так далее. Но почему-то Нави не стали рисковать, хотя в этом был сейчас смысл явный. Они убили ключевого игрока во всей этой тактике от команды Фнатик. Да, они были на Пленте, да, бомба стоит. Но, опять же, у Нави, вот, ну, как я вижу сейчас, Старикс не может четко сказать вот в ту же секунду, когда сделали килл какой-то ключевой, например, убили Дживи, все, выбиваем и пошли выбивать. Сделал килл, пауза какая-то и команда еще думает, а надо ли выбивать, не надо. В итоге на этом выигрывают Фнатики огромное количество времени. И в итоге счет становится 12-9. А как раз-таки все такие раунды, если бы у Фнатиков рожденные побеждать брали, тогда была бы совсем другая ситуация, совсем другая игра. Ну и да ладно, начинается выход. Быстрый, на длину, отличная работа у нас от Эдварда, однако Дживи делает размен. Зевс старается принимать, выпадает бомба, Зевс дает информацию, его моментально разрывают в полупозиции. Зевс не занял ловы ямы, никто ему не хелпает, он только сейчас подходит Сиз, но, опять же, преимущество уже позиционное за командой Фнатик. И у Гардиана при этом 15%. Видимо, повоевал он на центре неудачно с Олофмейстром. И, казалось бы, от Словака многое зависит, с другой стороны всего 15 пунктов. Поэтому, возможно, и в этом раунде Нави будут сейвить. Тем более, Фнатики, обратите внимание, стягиваются на точку Б. И за Б-плэнт отвечает пока что один Егор Васильев. И ближайший человек, который к нему находится, это тот самый Гардиан, который играет красным на центре с АВП. Стреляется сейчас старским респауном. Не знаю, Олаф видел, своего оппонента нет, но основная сейчас заруба будет как раз-таки между Флейми и тремя игроками команды Фнати, которые целенаправленно, очень грамотно на шифте начинают выходить и атаковать Егора. Флейми у нас находится с Эммочкой в тупиках, чекает, прилетает Смок, начинается выход. Флейми отлично забирает Денниса, понимает, что я могу зажать. И нет, зажать-то его, кстати, не могли, потому что свой был в окне. Если бы он не смотрел на окно, не обращал на него внимания, тогда, возможно, бы покосил сейчас многих игроков команды Фнати, но атак 13-9 и, что самое главное, на ТАБе у рожденных побеждать денег нет. Эдвард спросит паузу, скорее всего, это тактическая пауза. Ну и, наверное, было бы интересно сейчас сразу же понаблюдать, как только нам покажут ребят, их эмоции, в общем, как они себя чувствуют и, опять же, кто будет толкать какую-то речь у команды Нави. Да и что сказать в такой ситуации? Тут дело в том, что на самом-то деле, кроме пистолетного, на девайсных раундах Нави ничего не могут сделать. То есть, после того, как они взяли за атаку, очень бодренько набрали эти раунды, которые нужны для камбэка, взяли пистолетку, и на девайсных раундах они абсолютно ничего не могут сделать. При этом, вот в этом раунде я бы отметил, например, неуверенные действия на длине. Эдвард занимает длину, делает минус, его разменивают. Тут же Зевс понимает, что можно в динамике ворваться, сделать, навязать размен, под флешечку сам опять же врывается, делает минус, его тут же убивает. А Гардиан как раз потерял хп не в мидле, как ты говорил, а он был вместе с Зевсом. Но в какой-то момент, когда Зевс пошел в яму, Гардиан отошел. Если бы Гардиан был вместе с Зевсом, поработал на длине, то возможно, это бы принесло свои какие-то плоды. Ну, что еще можно сказать? У Нави не получается за дефенс на девайсных раундах ничего. То есть они даже, когда навязывают размен, они все равно размениваются в минус. И Фнатики всегда выходят в большинстве из каждого такого динамического момента, когда это происходит. Либо в Зиге, либо на длине у Нави не складывается. Сейчас вот мы наблюдали за Флейми, непонятно, почему он стоит в тупике и почему он постоянно дергается на окно. То есть он не знает, что Гардиан придет на хелпу. Ну, бро, у тебя же есть радар, как так? Ты же видишь, где твой тиммейт. Посмотри на радар, если ты не уверен. То есть у вас ситуация 3 в 4. Почему ты не можешь прочекать, То есть как, так получается, что ты не знаешь. Или там тот же Старикс, он должен сказать, что братан, там стягивайся на хелпу, Флеймиш дает тоже какую-то инфу. То есть, ну не знаю, просто может быть не разыгрались, может быть пока, ну за дефенс сложно. На самом деле, Гардиан пишет, кого-то потеряли. Не, это знаменитый Синг-Синг из Доты, такой стример, который, ну это его легендарная фраза, когда типа, мы потерялись, да? А, мы потерялись. Это бинт у него такой стоит, типа. Я понял. Ну, в общем-то, можно сказать, что Нави потерялись, потому как, ну вот, Флейми, кстати, в этом раунде тоже мог убить больше одного человека. И Гардиан довольно-таки вовремя стянулся на хелпу, работал с окна, мог тоже сделать минус, но, немножко не повезло. Но это все-таки микро-моменты. В целом, нужно констатировать тот факт, что у Нави за Дефенс пока на девайсных раундах ничего не получается, а Фнатики отлично комбинируют, меняют заходы на пленты, включают скорости, выключают скорость, и все у них, в принципе, пока получается. Ну вот быстро решили сейчас зайти парни с команды Фнатик на зигзаг, сиздых, заподозрил в этом, увидел моментально, откинул коктейль Молотова и сам спрыгнул на просвет. Но, опять же, стратегически важная позиция на Дасте, а именно зигзаг занят. Соответственно, Флуши и компания могут только от этой точки выстраивать сейчас свои дальнейшие перемещения. Ну, собственно, так и получается. Флуши у нас остается, начинает контроль, и тем временем отправил своих тиммейтов на центр. Выход именно сюда. Эдвард замечает своих оппонентов, однако не сумел отыграть на максимум, моментально погибает. Флуши делает килл на зиге, Зевс минус, остается Гардиан один против четверых. Гардиан начинает стрелять со скаутом, попадает в своего оппонента. Флуши просел, у него 2%. Ну и что дальше? А дальше бомба идет у нас устанавливаться на Бэплент, и, судя по всему, следующий раунд будет ключевым, прежде всего, для команды Нави. Если они его не берут, они отдают Фнатикам 15 раундов на Дасте, и, соответственно, денег у Рожденных побеждать не будет. А история про Зевса будет? История про Зевса будет, но, наверное, опять позже, потому что у нас хороший сейчас байраунд. Ну да, важнейший для Нави. Я-то буду еще в эфире вместе с тобой, с ЦМом, ближайшие 4 дня, поэтому еще историю про Зевса мы расскажем. Это очень смешная и забавная. Три человека у нас перед коробкой. Пока что у команды Фнатик откинули у нас гранаты ребята из команды Нави друг другу на длине. Эдвард решил сыграть агрессивно, и в итоге агрессия не подводит Иоанна Сухарева. Отличная работа. Джови погиб. Сначала начал гореть в коктейле Молотова и Эдвард просто настиг его врасплох. Ну и в большинстве сейчас Нави Эдвард, вот жалко, что он сейчас был один. Кримс все-таки его переиграл. Оставил Ваня 34 хп Кримсу. Сейчас у Нави расположение 2 плюс 2. Ассист с Флейми судя по всему решают поджать точку. Там есть точку Б, там есть Денис Мейстер. Если они его убьют, будет очень хорошо. Но если Денис сделает минус, конечно будут проблемы для Нави. Ну и вот. Ну вот как же так? Ну парни, ну поджимайте. Сразу должен быть размен. Размен все-таки есть. Ситуация 3 в 3. И Фнатики играют сейчас пока пассивно перед длиной. Дождался Денис агрессии. Получил. Ну и собственно Нави сейчас нужно как-то тоже действовать довольно-таки активно для того, чтобы понять, на какую позицию заходят их оппоненты. Зевс поджимает ворота под Б, вернее под Мидлом. И уже поджимает сам Мидл. Гардиан уходит с Дигой и Зевс жмет Т-шку. Отличный тайминг. Только вот если сейчас Зевс жмет Т-шку, Денису нет смысла находиться на позиции Б. Уже нужно перестраиваться. Гардиан в это время играет с АВП на длине. Отлично. Он сейчас как раз будет принимать именно длину. Но дым! 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 Дым, кстати, сыграл на руку явно Гардиану, потому что он видел, как Олаф Мейстер пролетает в яму. Вот их забрал своего оппонента. Тем временем Фнатики действуют у нас через спуск и Систа целевает Кримза. Флуша выходит на мидл, забирает Дениса Костина. Флуша слышал, по-моему, Зевса. 10 секунд и Гардиан ловит своего последнего соперника. 14-10. На и все-таки справляется и не отдают команде Фнатик 15-го раунда пока что. Но пока нет 15-го, нет 16-го. Естественно, можно играть, можно воевать. И в CS GO и не такие камбэки, естественно, мы с вами все наблюдали. Но снова новый раунд. У GV снайперская винтовка калаши у команды Фнатик. Кстати, деньги у шведов потихонечку заканчиваются. Если Нави удастся сейчас хотя бы это взять раунд, уже в следующем можно ожидать эко от шведского коллектива. Флейми готов принимать. У нас точку B занимает нычку. У него 99%. Хэшка не точно залетела. В итоге все пока что неплохо. Сист чекает мидл. Нави решили укрепить пока что. Точку А, хотя возвращается на центр. Я так понимаю, Зевса будут сажать на ящик, а Гардиан тоже, наверное, должен поевать на центре. Нет, Гардиан уходит на картинку и будет отцеливать у нас зигзаг. Ну а за длину отвечает, как всегда, Ваня Эдвард. И пока что он делает это один, хотя Гардиан будет ходить туда-сюда и, естественно, помогать. Ну, стараться помочь своему тиммейту, хотя на Дасте, опять же, все зависит от своевременности этой помощи. Потому что ты можешь стоять на картинке и в итоге так другу и не помочь, не выручить. Ну и Фнатики стоят минуты времени, хотя с другой стороны вот они уже заняли большую часть карты. У них есть информация, скорее всего, по Зигу. Они уже на медле и они готовы зажимать Б-плайн с двух сторон. Но за центр у нас отвечает Зевс и вроде как позиции хорошие. Два человека на Б, один на центре. Естественно, такой раунд нужно брать. Но теперь все сводится к банальной индивидуальной игре. Флейми в нычке, спрей, забирает Олафа, пытается навесить дальше. Его простреливают. Начинает преследовать Егора Васильева, однако помогает ему Сизд делать еще один килл, но в целом все неплохо для команды Фнатик. Тут Живи, обратите внимание, спрятался в центре. Он готов выручать своего тиммейта и находит Зевса. Отличная стрельба от Живи. Заходит назад в ворота и почему-то у Нави никто коробку не поджимает, хотя, наверное, она того стоила. Тут бы мог находиться Ваня Эдвард и хоть Живи его ждал, возможно, у Вани были бы хорошие шансы. Живи, кстати, остается на центре. Играет, как всегда, агрессивно. Оп! Фазум промахнулся. Это инфа для команды Нави. Ну и теперь Крим все-таки делает свой минус в рейд и делает два килла просто в тушку. 15-10 в пользу команды Фнатик. И вот теперь уже у рожденных побеждать нету денег и, судя по всему, в Фнатике эту игру будут заканчивать. Ну и я бы отметил то, что вроде как у Нави расположение было отличное для того, чтобы контрить Б плюс центр. Но вот то, что Гардиан с Эдвардом задержались на длине, ну, Гардиан был на картинке, Эдвард был в коробке, не рискнул поджимать эту позицию, потому как я уже говорил о том, что когда он поджимает коробку, его очень часто ждет с респа террорист, но в этот момент этого не происходило и, соответственно, Ваня, когда стягивался с Словаком на хелпу, очень много это времени не заняло. Индивидуальная игра от Кримза очень сыграла на руку для команды Фнатик. Тут, судя по всему, уже не готовы выходить на Б. У нас есть тут Флейми с Сиздом, Олаф делает минус Сизд, Флейми будет пытаться обороняться на этой позиции, слепой, стягивается колба от Эдварда и Гардиана, Зевс поджимает Т-шку и тут все плохо для Нави, ситуация 3 в 5, Зевс уже зашел в спину, возможно, сейчас убьет Кримза, нет, все-таки Кримз его пережимает, Эдвард врывается с Гардианом, пытается зайти в дымок, очень сложно, здесь все, ну, то есть, вообще, ситуация крайне плохая, судя по всему, это ГГшечка. Патова. Да, но это не патова, это уже все, это уже борода. Это уже борода, друзья, Гардиан погибает, нас на грибах, остается Эдвард один, единственным, 16-10. Неплохо, неплохо играли парни из команды Нави, в какой-то момент они проигрывали, теперь выигрывали, но в конце мой дорогой друг Алексей Малецкий мы увидели что? Мы увидели поражение родной команды. Мы увидели то, что как минимум Нави разыгрались, вот это как бы хорошо, что они собрались и начали в какой-то момент переключать скорость и начали демонстрировать какую-то интересную игру, взяли пистолеточку, но за дефенс, как мы видели, на девайсах вообще абсолютно ничего не получалось. Ну, я очень надеюсь на то, что просто вот начали с того, что играли фактически с претендентами на чемпионство и вот возможно это тоже сыграло ключевую роль. Ну и надеюсь на то, что Нави приобретут уверенность, ну а вы видели, что Фнатик, ну это Фнатик, топ-1, в общем-то парни вполне закономерно побеждают и выигрывают первую карту. Абсолютно с тобой согласен, Нави продемонстрировали все-таки очень хорошую игру, они камбэкнули, для них это, наверное, хорошая такая мотивация, момент, который может задать весь турнир. Опять же, напоминаю, что у нас групповой этап, шесть команд, каждый с каждым, первое место, ну если Фнатики займут, попадут сразу в полуфинал, но опять же, второе, третье место выходит в четвертьфинал, за счет всех этих игр можно разыграться и главная цель, опять же, какая попасть в финал турнира. И естественно, не у Фнатиков, ну естественно, у них никак не отнимут это, и у Нави в том числе, пока что эту возможность никто не отнял, поэтому болельщики команды Нави не расстраивайтесь, фанаты команды Фнатик, ликуйте, ваши парни сегодня снова на коне. Мы же с Алексеем уходим на небольшой рекламный перерыв, и следующий матч совсем скоро, не переключайтесь.